Непринятие своего тела. Перед собой я вижу очень красивую женщину. Что конкретно вам в себе не нравится? Ну, это история из детства. Откуда это идет? Она знает конкретную историю, когда это случилось. Одноклассники просто смеялись надо мной, обзывали, называли толстой. Мальчишкам я не нравилась, и все это конкретно откладывалось у меня на подкорке. Идеалы красоты, модели, подиум. Какой вопрос со своим телом вас волнует, триггерит? Нелюбовь к отражению своего тела в зеркале. Но с этим комплексом шла дальше по жизни. Главное увидеть в этом периоде жизни сейчас, который есть, в этой цифре на весах, те же благополучные моменты. Эти моменты счастья какого-то, моменты радости. Я жалуюсь, я плачу, я звоню у подруги, я рассказываю, какая я толстая, и что мне это все надоело. У мужчин это реже случается. Метафорические карты. А что не так, непонятно. Как это работает? С картами можно или в формате игры как-то больше раскрыться. Игровая такая история, можно где-то посмеяться, где-то пошутить. Всем привет, это проект Будем Говорить. С вами Ольга Войтова. И тема нашего сегодняшнего выпуска звучит так. Ненавижу свое тело. Обсудим мы эту тему с психологом и гештальтерапевтом Мариной Винокуровой. Привет, Марина. Вот расскажи, много ли людей тебе приходит с таким запросом? Ненавижу свое тело. Или какую-то определенную часть тела. Я толстая, я какая-то слишком худая, слишком какая-то не такая или не такой. Вот расскажи об этом. Привет. Достаточно много людей приходит с таким запросом. И про тело в общем, и про какие-то свои части, и про вес, и про недобор веса, и перебор веса. Люди очень волнуют от этой темы, но за этим скрывается очень много внутренних вопросов, проблем, которые идут из, возможно, с детства, возможно, с какой-то травмы. И там уже надо более детально смотреть и разбираться. Марина Винокурова – психолог, гештальтерапевт. Специалист-эксперт по работе с нарушениями пищевого поведения, кризисами у взрослых и подростков. Работает с парами и в индивидуальной терапии, ведущей игры диагностики причин лишнего веса и отношений с собой через еду. Итак, тему «Ненавижу свое тело» будем обсуждать через историю героини. А в гостях на съемочной площадке у нас Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, подскажите, какая тема и вообще какой вопрос со своим телом вас волнует, триггерит? И вот расскажите нам подробнее все об этом. Проблема, наверное, достаточно популярная. И в первую очередь это непринятие своего тела, нелюбовь к нему и нелюбовь к отражению своего тела в зеркале. Не знаю, насколько это объективно, тут в этом вопросе идет абсолютное расщепление, потому что, с одной стороны, умом я понимаю, что со мной все в порядке, но эмоциональная составляющая абсолютно не принимает то, что я вижу в отражении. На самом деле, очень интересная у вас история, потому что перед собой я вижу очень красивую женщину. Что конкретно вам в себе не нравится? Конкретно цифры на весах. Я их не воспринимаю, мне не нравится то, что я вижу. Как только я перехожу за какую-то грань, я начинаю стягать себя тренировками, ограничением в еде, даже применяю фармакологические препараты. И этим самым нанося вред для своего здоровья. Давайте вспомним те ситуации, когда вы, предположим, приходили домой или еще куда-то, и вы были в максимальном стрессе, вам максимально не нравилось ваше тело. Давайте вспомним эти истории. Это история из детства. Это был третий класс. Я тогда очень сильно болела воспалением легких. И когда я, слава богу, выздоровела, моя бабушка решила меня откормить, подняв этим самым мой иммунитет, и сыграла с этим злую шутку. Я тогда очень располнела, и для третьеклассницы была достаточно весомым ребенком. И тогда, в тот момент, одноклассники просто смеялись надо мной, обзывали, называли толстой. Мальчишкам я не нравилась, и все это конкретно откладывалось у меня на подкорке. С тех пор начала комплексовать. Сначала я этого не понимала, не осознавала, но с этим комплексом шла дальше по жизни. А вот давай разберем кейс нашей героини. Вот о чем он? Красивая женщина. Придирается. Будем так говорить. Она придирается к своему телу. Вот о чем это может говорить, и придет ли она к тому самому идеалу? Ведь для нее нет такого, что идеал недостижим. То есть, либо есть идеал, либо есть вот это вот психическое расстройство. Вот давай разберем. Я очень рада, что Наталья в психотерапии. Она уже, видно, много работает с этим. Потому что у нее есть уж какие-то основы, какие-то знания про себя. Откуда это идет? Она знает конкретную историю, когда это случилось. Она понимает. Но еще пока психика не готова, возможно, принять некоторые моменты. Поэтому она еще переживает по этому поводу. Она почему-то зациклена на цифре на весах. Это нормально. То есть человек имеет право, пока ему комфортно, так жить. Но если уже некомфортно, он идет в терапию, начинает разбираться, что с чего пошло. Сначала был запрос просто, я себе не нравлюсь. Мне не нравится мое тело, и мне это уже не нравится. Как оно мне не нравится? Путь был долгий относительно. Но потихонечку мы начинали, во-первых, прояснять, откуда это появилось, с чем это связано. И теперь мы работаем с тем, чтобы как-то сделать, не дойти до идеала, а полюбить себя. А это еще сложнее путь. Но он возможен. Есть люди, которые принимают себя, начинают себя любить, ценить, принимать в этом весе и реально смотреть на картинку. Здесь еще сложность при том, что надо смотреть реально на себя, и на свою картинку. Но смотри, ведь она не принимает тот факт, что идеал недостижим. Что с этим делать? Пока не принимает. Я бы так сказала. Я надеюсь, что у нее все получится, и она поймет, что цифра на весах не равно отражению в зеркале и внутреннему миру человека. То есть внутри у нее сейчас, к сожалению, полная дисгармония, и поэтому это отражается на весах. А так, если она начнет себя принимать, любить, видеть себя той женщиной, которая ее видит, я бы даже сказала, быть девушкой, которую ее видят окружающие, совсем по-другому будет. Ей будет все равно на эту цифру. А делилась ли она с тобой тем, какой ее идеал? Вот к чему она стремится? Именно к цифре на весах? Так она ни о чем не говорит-то. У нее идет фиксация цифры на весах. Возможно, это как-то связано с периодом жизни, когда она была в том весе, в той цифре, и у нее была прекрасная жизнь. Возможно, еще какие-то варианты. Пока мы проговорили только про тот период жизни, который был. Но сейчас главное увидеть в этом периоде жизни, сейчас, который есть, в этой цифре на весах, те же благополучные моменты. Эти моменты счастья какого-то, моменты радости. И чтобы эта цифра зафиксировалась уже другая, ну лучше вообще не фиксировалась, но, по крайней мере, было разрешено любить себя и в этой цифре. Вот так все интересно психологии, да? А вот расскажи мне тогда, это преимущественно женская проблема или мужчины приходят тоже? Мне кажется, что больше заморачиваются женщины. Мы хотим быть красивыми, желанными, и все в этом ключе. И вот расскажи, может быть, и мужчины к тебе приходят с такими запросами? У мужчин это реже случается. Женщины более, конечно, да. Им идеалы красоты, модели, подиум, еще какие-то моменты в жизни. Мужчинам просто надо быть, да, там, как говорится, чистой головой, да, и он уже красавчик. Но у мужчин часто бывают перегибы, наоборот, в сторону большего набора мышечной массы. То есть мы можем видеть в тренажерных залах качков неимоверных размеров полностью на фарме, которые еще сидят, чтобы еще больше-больше расти. То есть откуда этот момент идет? Мы не берем спорт, мы берем обычных людей. Это тоже может быть момент идти из детства, например, что он всегда был очень худой, а вот ему и его там были неприятности в школе. А сейчас он вроде здоровый, большой, крепкий, и у него сейчас все может быть, например, лучше в жизни, по его понятиям складывается. То есть своего рода компенсаторика, да? То, что недополучили тогда, какое-то внимание, одобрение, то люди дополучают... Возможно, да, возможно. Хорошо. Мне тогда интересно узнать, что больше всего не любят люди в своем теле? Есть какая-то определенная часть, может быть, лишний вес? Или все сугубо индивидуально? Все сугубо индивидуально. Это может быть, как палец на руке, ухо или полностью образ тела. У каждого свои моменты связаны с нелюбовью к телу. Откуда произрастает вот эта вот та самая нелюбовь к телу, его непринятие? Вот ты упомянула момент, что все из детства. И правда ли это? Далеко не всегда все из детства. Конечно, может быть, и в младенчестве можно получить... недополучить какую-то любовь от мамы. И в будущем это приводит к определенным проблемам. Можно в подростковом возрасте получить какое-то не совсем корректное замечание по поводу твоего внешнего вида. Или там добрые родственники, которые с добрыми советами обращаются, что ну вот лоб у тебя широковат, может челочку, что-то челочку не хочется, а хочется грустить, плакать. И потом это в обратной жизни, во взрослой жизни уже может свои нести вопрос. А еще какие тебе истории вот рассказывали? Какие триггеры? Вот кто-то что-то сказал, и вот оно так заякорилось. Вот расскажи об этом подробнее. Таких моментов, особенно в подростковом возрасте, конечно, у девочек особенно много. Кто-то поправился, это все-таки гормоны. Кто-то очень сильно вырос, и потом сказали, о, какая ты высокая, или о, какая ты там большая. И все, как бы, одного слова будет достаточного, чтобы это как-то зафиксировалось. Это может быть и кто-то близкий, это может быть учитель в школе, к сожалению. Это может быть даже что-то в компании произойти. Но со всем можно работать. Марин, я знаю, что ты работаешь как раз-таки с расстройствами пищевого поведения. Вот расскажи подробно об этом. Многие даже, по сути, и не знают, что это такое, ну, именно в подробностях. Вот давай на примерах, и как работаешь, с чем работаешь, и к чему приходите. Есть два понятия. Есть расстройство пищевого поведения, есть нарушение пищевого поведения. Расстройства пищевого поведения, к ним относятся анорексия, булимия, комплексивное переедание, ну, и некоторые другие. Это уже работа в паре с врачом обычно идет, и это уже более серьезные случаи, более сложные, но, конечно, люди, которые пришли уже, они стараются разобраться с этим. Я бы сейчас больше поговорила про нарушение пищевого поведения. Да, давай. Это скорее про качели диета переедания. Это не любовь к своему образу тела. Это постоянная диета, зацикленность там на каких-то тренировках, допустим, каждодневных. Съел там кусочек торта, побежал там вокруг района бегать. Это очень мешает жизни, это очень контролирующий такой момент, неприятный. И вся жизнь начинает зацикливаться в плане еды. Вот так, еда, а можно ли ее есть, а можно ли ее пить, а что это, сколько калорий. Счастья здесь нет. О чем говорит тот факт, что человек перебирает диеты, и, например, вот неделю я кушаю только яблоки, а вторую неделю там какую-нибудь капусту, да? И его это вдохновляет, мотивирует, и ему кажется, вот, вот спустя эту неделю будет тот идеал. Вот к чему это приводит, и вообще о чем, как человека характеризует вот этот вот паттерн, да, поведенческий? Я бы здесь разобрала в этом вопросе два фактора. Первый. Все-таки все хорошо в меру. То есть, да, для здоровья иногда необходимо придерживаться какой-то диеты, но это не исключение всех важных элементов. Это не должно быть постоянный-постоянный контроль весов, не должно быть каких-то изнуряющих тренировок. Это первое. А второе, а что такое идеал? Кто придумал идеал? Кто сказал, что вот это идеально, а это нет? Каждый человек прекрасен по-своему. Я уверена, что все идеалы, они вот как раз-таки из мультиков. Вот мы видим куклу Барби в детстве, и нам кажется, вот, она такая точеная, такая модельная, у нее длинные волосы, такие параметры. И нам же хочется во взрослом возрасте уже так же, даже не во взрослом, еще с юности девочки начинают вот к этому стремиться, подражать. Хорошо, тогда вот расскажи мне такое. РПП, да, расстройство пищевого поведения. Это уже финальная стадия в непринятии себя, в нелюбви к себе? Или все-таки есть еще какие-то такие финальные стадии, которые уже ведут к чему-то действительно пагубному? Ну, я думаю, все-таки, что это уже относится к финальным стадиям. Это, возможно, не все финальное, но, к сожалению, это так, потому что это уже все-таки врачи, это уже все-таки угроза жизни и здоровью, и это очень серьезно. Давай подробнее на клиентских историях, кто к тебе приходит с пищевыми расстройствами, в каком состоянии они приходят. Вот давай на судьбах людей. Давай все-таки про нарушения поговорим. Это более такая обширная история, и я думаю, что очень много женщин все-таки с этим сталкиваются каждый день, и мужчин в том числе. С подростками надо тоже быть очень внимательными и контролировать их пищевое поведение. Есть истории, связанные с нарушением образа тела, есть истории, конечно, которые связаны уже с более реальными случаями. Допустим, на гормональной терапии девушка очень сильно поправилась. Конечно, это ей мешает жить, потому что она помнит себя в здоровой и в другом теле. Сейчас, к сожалению, у нее есть проблемы со здоровьем, и есть проблемы с весом, как она считает, что это проблемы с весом. У нее, допустим, стала шире спина, она теперь не может носить те платья, которые она носила. Это ей причиняет боль. Но тут еще важный вопрос, что все-таки у нее были большие изменения в жизни, и ей надо принять эти изменения, и она уже их приняла. Ей надо понять, что, ну, к сожалению, в ее жизни так случилось. Это печально, больно, это надо прожить, прогоревать и принять, что вот так есть. На сегодня вот так. Возможно, что-то изменится, но если она примет это, ей просто будет легче жить и переживать этот момент. А вот расскажи, приходят ли к тебе красивые девушки с таким запросом, вот, помоги, я хоть и красивая, но мне в себе все не нравится. Или все-таки, наверное, приходят уже действительно такими физиологическими проблемами, которые видны. И почему так часто именно красивые к себе придираются больше, чем, ну, казалось бы, там, толстушка, ну, и ей вообще абсолютно все равно, как она выглядит, и она себя чувствует абсолютно органично. Вот в этом весе. Почему именно красивые, стройные к себе придираются намного больше, чем, ну, по сути, какая-нибудь там пухлая барышня, назовем это так? Вот даже в твоем вопросе реально звучало, что когда ты говорила пухлая, да, хотя, ну, я, конечно, это все очень не люблю, там вот эти выражения, все понятно, ну, мы просто охарактеризуем не самого человека, да, а именно проблему. У тебя было больше энергии, больше энергии, потому что там было про принятие, да, про себя, про любовь, а когда, ты говорила про худую, но которая всегда стремится к чему-то, к чему-то непонятно к чему, и этому нет конца края, результата нет, так там человек сделает одно, следом у него будет второе, третье, и это просто какой-то нескончаемый процесс, который идет, идет, идеала нет, стопа нет, так, если там нос сделала, так, а теперь у меня что-то уже со скулами не то, ага, то есть я тут, я подхудела, а значит, у меня что-то уже в другом месте побольше, и как-то тут так грустно, очень, и печально. И знаешь, вот что замечаю, что огня в глазах больше как раз-таки вот в тех самых, может быть, общепринято неидеальных, да? А вот когда она такая вся на диетах, вся стремится к идеалу, пластика, там все, вот это вот, да, лоск есть, но вот этого огня, вот этой той жизни, которая так манит, вот это правда? Ну, для меня да. Если человек изнутри, у него все хорошо, внутри у него все хорошо, он излучает из себя это, счастье, любовь какую-то, да, какую-то благодарность людям, если внутри куча эмоций, непереработанных, переживаний, каких-то тревоги, злости, то, конечно, он не может делиться с миром чем-то другим. А давай тогда подробнее обсудим, вот какие именно части тела, к чему вот приходят с психологом. Мне не нравится, предположим, вот какая-то определенная часть тела. Какая? Ну, вариантов может быть масса, но если на примерах, то, допустим, можно, например, приведем живот. Да, что приходит девушка, мне не нравится, там, мой живот, он там какой-то не такой, он большой, он там толстый, например, там нету всех кубиков пресса, которые там вроде как должны быть. И начинаем разбираться, что же в этом животе, что же там такого случается. и для меня важно еще найти все-таки ресурс для этого человека, чтобы он принял свой живот вот таким, какой он сейчас есть. Этот живот, возможно, помог выносить, родить ребенка. Но уже можно быть благодарным. Но это надо найти, за что можно быть благодарным этой части тела. А бывают ли такие истории, когда вот с животом-то разобрались, а после живота появятся, вот не нравятся мне бока, да, которые по сути рядом с животом, или с животом разобрались, нос, нос большой, надо исправить, надо подрезать. Но вот это уже называется гонка за несуществующим идеалом. Если человек уже разберется, я думаю, в одной части, ему проще уже и со вторыми. Уже внутри что-то, структура меняется. А если это все-таки, ну ладно, хорошо, допустим, я поверила про живот, да, а что же у нас с носом? Это уже, мне кажется, уже больше зависимость. А психологи часто рекомендуют чаще всего принимать свое тело? Или если есть какой-то триггер, какая-то проблема, это исправлять? Уже там с пластическим хирургом, или вот что рекомендует психология чаще всего? Я иду за клиентом. Что же все-таки хочет клиент? Если категорично он хочет исправить нос, я не могу сказать, нет, ты этого делать не должен. Нельзя, разбирайся со своим носом. Нет, так не работает. Я иду за клиентом, и я все-таки помогаю ему принять, а он уже выбирает, принимать ему или не принимать. Мне интересно узнать мнение психолога по поводу, вот кто идет делать пластику, уколы красоты, и делает это регулярно. Там не все хорошо с внутренним? Вот расскажи об этом. Все хорошо в меру. То есть есть какие-то возрастные, допустим, изменения, которые почему бы не справить. Но опять же, если это одно за вторым, за третьим, и постоянная гонка, вот это уже нездорово. О чем говорит эта гонка? Постоянное желание себя переделывать. А зависимости? А зависимости от каких-то идеалов? А разве природа и в нас не заложена стремиться к тому самому идеалу? Ведь я думаю, что для человека это своеобразная игра. Игра, да, вот сейчас это достигну, это вот такая игра в достигатора, и вот игра в идеал. И все-таки и жить-то интереснее становится. Вот разве природа в нас не заложила стремиться к идеалу, к красивому, здоровому телу? Вот расскажи об этом. А для меня идеал и здоровое и красивое тело это разные вещи. Абсолютно просто. Потому что идеал это что такое идеал? У каждого свой. Здоровое тело это здоровое тело. То есть можно ходить в тренажерный зал для того, чтобы у тебя была здоровая спина и там крепкие ноги. Можно ходить в тренажерный зал, чтобы отработать каждую конфетку, которую ты съел. И здесь должна быть черта и очень четкая грань. Если ты вдруг переходишь в эту гонку по залу из-за съеденной конфетки, а не из-за того, что ты пришел и для здоровья своего и будущей своей жизни начал бегать. Это априори разные вещи. Природа, значит, получается не закладывала в нас вот это вот стремление к идеалу? Или почему, если у человека возникает вот это вот желание, значит, у меня такое ощущение, что это, наверное, на каком-то подсознательном уровне генетическом есть? Или так не работает? Когда маленький ребенок рождается, он не думает, что думает, что у него там что-то ножки коротковаты или там что-то там не так с носиком. Он же просто живет свою прекрасную жизнь. Он зовет маму, просит папу криком поменять ему памперс. Все вокруг него суетятся, что-то заботятся. Как он может уже стремиться к какому-то идеалу. Ну, это странное очень понятие, да, такое. Если, конечно, в детстве что-то не было тепла родителей, если какие-то были трудности между родителями и ребенок не понимал, что происходит, вот тут уже может рождаться какой-то комплекс. Это одна история. Но изначально как бы природой я думаю, что такого нет. А вы с кем-то обсуждали из близкого круга вот эту проблему, то, что это ваш триггер, но я так понимаю, что это и ваша боль. Вот обсуждали ли вы с кем-то из близкого круга это? Такую давнюю историю нет. Только текущую проблему. Только то, как я сейчас, в настоящий момент, не воспринимаю свое тело. А как вы им это рассказываете? Я жалуюсь, я плачу, я звоню у подруги, я рассказываю, какая я толстая, и что мне это все надоело, что надо что-то делать, ну, отчаяние, я испытываю отчаяние. Потому что я ничего не могу сделать со своим психологическим компонентом. Мне хватает ума понимать, что со мной все в порядке. Но психология, она берет верх. А есть ли люди среди вашего близкого круга с аналогичной проблемой? И делятся ли они с вами такими же историями или не можете что-то вспомнить? Возможно, с кем-то все это пересекается, но сейчас, в настоящее время, настолько развита культура психотерапии, что, наверное, мы перестали окончательно загружать своих близких людей своими проблемами. И, скорее, об моей проблеме знает больше мой психотерапевт, нежели близкий человек. А давай мы, может, обсудим тему еще, как родителям вести себя с ребенком, чтобы он потом не вырос таким весь закомплексованным, да? И очень часто ведь родители позволяют в адрес ребенка какие-то уничижающие фразы, там, ты толстый, да, могут называть спокойно, и ребенок-то не показывает вид, говорит, что там не все равно, в самом деле это не все равно. Они, а родители-то в шутку смеются, вот там, пухлый или толстый или что-то еще, а у ребенка это психотравма, и эта психотравма потом делает его неуверенным уже в жизни, вот давай об этом поговорим. Ну, к сожалению, да, такие случаи есть, и всем кажется это весело, задорно, но как это повлияет на жизнь ребенка, никто не знает. Мой самый главный совет просто любить своих детей и дарить им свое тепло, и все у них будет хорошо. А вот, Марина, расскажи про самый успешный пример из жизни клиента, когда вот ты вела его от пункта А в пункт Б, и когда он пришел к тебе в кабинет с непринятием себя, с ненавистью к своему телу, и ушел от тебя действительно счастливым, здоровым и кайфующим, получающим удовольствие от себя, от жизни, от тела. Вот давай про самый успешный пример, и пусть он послужит своеобразной мотивацией. Очень много девушек, которые приходят со своими вопросами по поводу внешнего вида, но за этим внешним видом, естественно, скрываются еще более сложные проблемы. Например, была клиентка, которая уже была замужем, ей было 27 лет, они очень хотели иметь детей, но клиентка постоянно сидела на каких-то диетах, она постоянно контролировала свое питание, она там боялась есть мясо и боялась есть какие-то сладости, то есть там очень много было вопросов в пищевом поведении, не было абсолютное непринятие себя. Мы работали, разбирались, что же все-таки, с чем связано это непринятие, с чем связано это не любовь к себе, что же там внутри у нее происходит. Казалось, что ее сложности в детстве, которые связаны с пубертатным возрастом, когда родители не очень отзывались о ее внешности, о изменениях в подростковом возрасте, привело к тому, что она очень не начинала стесняться, когда начинает расти грудь, когда увеличиваются какие-то объемы тела. И она запретила, сделала запрет себе на то, чтобы дальше шло это развитие, внутренний запрет. И, конечно, я видела перед собой очень молодую девушку, которая на виду была лет 15, которую смотришь и думаешь, ну, я же вижу совсем ребенка, ну, как же, что-то у меня не ассоциируется с мамой, рождением ребенка. И, услышав эту историю, я как бы поняла, да, что у нее идет полный запрет на видение себя как женщины и себя предъявление миру как женщины. Потом мы разобрались, провели достаточно много сессий, мы разобрали ее, эту травму, мы поговорили с ней про то, что как может быть по-другому, как может проходить жизнь, какие могут быть ресурсы для того, чтобы начать исполнять свою мечту. И вот через какое-то время она пришла и принесла тест. Это было очень мило, приятно, так душевно, в общем, я очень счастлива. Конечно, рассказ этот на полминутки работы много было проделано, и я благодарна ей за эту работу. Вот сколько работали, и на самом деле такие удивительные истории, когда одно, казалось бы, не связанное, да, очень-очень связанное. Мы работали больше года. Больше года. То есть этот момент с принятием ее тела помог изучать ее, правильно? Да. Хорошо, а еще какой-то кейс расскажешь нам? Расскажу. Давай. Расскажу про девушку. Она поправилась, поправилась, и не знала уже, что с этим делать. И вроде понимала, что она ничего не меняла особо в своем питании, что жизнь ее личная никак не менялась. Но что же все-таки произошло? Оказалось, что у нее заболели родители. Заболели родители, и ей пришлось очень много обязанностей взять на себя, как на ребенка. как ребенок, который взял опеку над своими родителями. Психологически она была не готова к этому. И тело помогло ей в виде увеличения. Чтобы она стала более сильной, чтобы она стала более выносливой, чтобы она стала лучше стоять просто на земле, тело дало ей такую опору. Конечно, можно быть благодарным телу, но, конечно, ей это очень сложно давалось. И пока не пришло принятие, что да, вот так случилось, вот так произошло, что мне болеют родители, и мне нужно им помогать, ничего пока не поменялось. Удивительные вещи, ты говоришь. На самом деле это все очень связано. Получается так, что мы можем слышать тело, и тело, по сути, нас слышат, отклики, какие-то проблемы, правильно? Да, тело это и наш симптом, и наш ресурс, то есть благодаря телу мы можем понять, что что-то не так происходит, а в то же время мы можем поблагодарить свое тело, спасибо, что ты меня сделала в этот момент сильнее, например, или как-то мне помогло с этим разобраться. Вот ты такую историю рассказал и назрел вопрос, а как общаться с телом, чувствовать его сигналы, потребности, и вот расскажи об этом, как с точки зрения психологии это делать грамотно? Для начала надо просто начать прислушиваться к себе, что не так, что, почему у меня какой-то возник вопрос, почему я вообще обращаю внимание на эту вещь, да, в плане тела, образ тела, какое-то свое состояние, почему я так много уделяю внимания еде в данный момент, понять, что же стоит за своими ощущениями, может, ты злишься в этот момент очень сильно, а вместо того, чтобы эту злость выразить в каком-то более правильном варианте, ты идешь и ешь. Это ты и злость не выразил, и себе навредил, может быть, тебе очень тревожно, может, что-то происходит, ты чего-то боишься, и ты тоже смотришь, а вот она, шоколадка, шоколадка, иди сюда, и вроде ты на 5 минут забылся, но она уж все равно ничего не меняется, и надо разобраться, что же стоит в начале. А что, по-вашему, мешает вам прийти к тому самому телу мечты? Вот давайте об этом. В том числе лень. Да, нам гораздо проще жаловаться и ныть, нежели что-то делать. Подождите, но вот для кого-то ваше тело будет телом мечты. Откуда проблема? Вот, объясните мне. Оно должно быть телом мечты для меня. Я сама должна восхищаться. А вы принимаете тот факт, что вы никогда не сможете достичь вот того самого идеала, или это для вас очень болезненно? Нет, я не принимаю этот факт. Нет, я сейчас и по сей день стараюсь делать максимально для того, чтобы увидеть те самые заветные цифры на весах. Наталья, спасибо вам огромное за откровение. Вашу историю мы обязательно обсудим с психологом и что-то из нашего выпуска вы тоже почерпнете. Спасибо и вам большое. И все-таки мы и затрагивали темы диет, и ты с этим работаешь. Вот расскажи, стоит ли себя ограничивать в питании, если вот хочется есть человеку? Кажется, вот для счастья, ну пускай и ест. Почему одни поправляются, а вторые нет? И стоит ли человеку ограничивать себя в питании или все-таки слушать свое тело, когда она говорит ешь, и человек начинает есть. Вот прислушиваясь, ну вот ты говоришь, прислушиваться надо к своему телу, но если прислушиваться, вот хочется кушать, ты ешь. А что делать, если человек толстеет? И вот все-таки диеты, они работают или и больше нет. Диеты работают на какой-то период времени. Да, там недельно ты посетил на диете, да, ты скинул какое-то количество килограмм, может быть, даже никакое, всякое бывает. Суть не поменялась. Ты остался тем же человеком, которым ты был до диеты. Но если ты в этот момент хочешь съесть какую-то конфету, ты можешь ее съесть. Почему нет? Почему надо себя запретить? Но если ты хочешь съесть килограмм конфет, то лучше задать вопрос, а зачем мне этот килограмм конфет? Что я этим килограммом конфет могу спрятать в своем мире? Что я заем? Что я уберу? От чего я отвлекусь в этот момент, поедая килограмм конфет? Тогда перейдем к нашим финальным вопросам. Как в психологии прорабатывают недовольство своим телом, непринятие своего тела, какие-то пищевые нарушения? Как психология это исправляет? И давай, наверное, мы дадим какое-то упражнение нашим зрителям, чтобы они сами могли что-то сделать, уже сидя дома, не выходя, предположим, из дому, уже могли что-то сделать для себя полезное. Самое главное — это осознать свою проблему. Это первый шаг. Потом идет принятие этой проблемы, и дальше уже идет немножко изменение паттернов поведения в отношении этой проблемы. Тогда уже со временем мир как-то лучше становится, ярче, и любовь больше проявляется, и можно выразить свою злость более экологично. Не себя запихнуть, а выразить красиво. хорошо дай упражнения. Я бы посоветовала зрителям написать письмо. Один вариант есть от себя своему телу, поблагодарить его за то, что оно есть, какое оно есть, попытаться найти в нем что-то максимально хорошее, найти моменты, которые нравятся, и быть благодарным телу. То есть письмо, ты сказала, что можно написать телу, а что-то еще? А можно написать от тела человеку. Что я чувствую, да? Что я чувствую? И мы поймем. Что я чувствую? Как мне тяжело возможно сейчас? Или может нехорошо сейчас? А может что-то мне болит? И тогда будет проще уже познакомиться со своим телом, тогда соединяться и ум, и тело. Ты психолог, который специализируется на расстройствах пищевого поведения, на нарушениях, и я знаю, что в своей работе ты с клиентами используешь метафорические карты. Вот давай все-таки на примере разберем, как это работает. Я являюсь ведущей игродиагностики, которые определяют причины лишнего веса и отношения с собой через еду. Это самый такой простой механизм работы, я его редко использую, но он достаточно интересный, можно попробовать что-то. Давай, наверное, я вытяну карту, которая мне будет ближе, и тогда мы уже что-то разберем, может быть, мне, как выяснится, что-то меня не устраивает в себе. Я бы еще пояснила, что метафорически ассоциативные карты это не гадание, это картинка, которая может поможет нам что-то достать из своего подсознания. Каждая картинка для каждого человека обозначает абсолютно разные вещи. Загадывай вопрос. Волнительно. Хорошо. В открытую или в закрытую? В открытую. Хочу видеть. Вот, наверное, с чем я больше себя ассоциирую, да? Какая я для себя? Кстати, новую карту. То есть здесь могут быть и люди и могут быть на картах и фрукты мы видим. Да, это именно касается колонок в этой счастье есть. Вот это вот, наверное, откликается. Я могу выбрать несколько или одну? Только. Вот то, что откликается, добери, пожалуйста. Ну, возможно, вот это. Знаешь, больше всего все-таки две карты откликнулись. Я, конечно, не знаю, что здесь изображено. Это уже пояснит нам психолог Марина. Здесь вот такая вот девушка и что-то вот здесь еще. Сама оценка в обертке, как я вижу. Почему-то мне откликнулись все эти карты. Вот, Марин, давай мы поясним, что вообще это значит с точки зрения моего загаданного вопроса. Вопрос звучал так. Какая я и какой вижу я себя? Интересно, две карты и два вопроса. Есть ли ты на этой карте? Знаешь, мне откликается вот эта девушка. Очень много нежности в этой картинке, в этой карте. И вот она вот себя так прям трепетно прикасается к себе. То есть это, наверное, про внутреннее какое-то содержание, наполненность. Наверное, я все-таки частично именно так чувствую мир. С какой-то позиции легкости. Там я вижу бабочки тоже. Наверное, окрыленные, особенно, когда если что-то вдохновляет, дает тот самый огонь в глазах. Вот это и девушка, когда в такой позе, ну прям это про любовь к себе, наверное, с какой-то степени. И про окрыленность. Вот что-то вот так, наверное. Что ты скажешь про эту карту? А вот эта карта мне почему-то близка именно с позиции, какая я, может быть, в социуме. Вот она мне какой-то вот такой вот красивой показалась. Я не знаю, что это значит на самом деле. Ну вот она мне близка именно с визуальной точки зрения. Она вот какая-то вот лоск, может быть, дорого слово идет сразу. Ну вот вот так. А если ты за этой карте? Да, наверное, вот в этих вот за оберткой содержание какое-то, я так понимаю. Ну вот это, наверное, внешнее мое что-то. Хотя странно, что-то. То есть есть обертка, есть содержание? Да, да. А в этом содержании что? В этом содержании какой-то стержень, в этом содержании ну какая-то вот может быть авторитет, почему-то идут слова, авторитет, статус, статность, ну что-то вот такое. Не знаю, как это связано с тем, что изображено. А про обертку? А про обертку то, что хочется ее снять и показать себя настоящую. Вот обертка, она порой, она вроде есть, но она как вот у меня ассоциируется с шелухой, хочется ее снять и вот сказать вот она я. Вот мир, а вот она я. Слушай, а как тебе вот если мы представим, что ты визуально сделала эту обертку, как тебе это ощущается, как тебе это чувствуется, как тебе там без обертки? Знаешь, вполне себе хорошо и вполне себе как-то комфортно. И вот оно, ну, твое естество, но которое, ну, по сути обертка вот мне почему-то ассоциируется с чем-то более дешевым, чем есть внутри. Ну, по сути обертка здесь вообще ничего не предъявляет. Ничего. Как-то это относится к твоим вопросам? Это вот, мне кажется, про внутреннее мое, а вот это про внешнее. Внутри все-таки я, наверное, девочка такая вот нежная, а снаружи вот оно такое, больше что-то такое, ну, не суровое, но внутри этого есть вот эта девочка. Но вот это вот внешнее, оно более такое строгое, что ли. Ну, вот не показываю порой вот это вот в себе, вот то, что есть вот это вот, может быть, даже какую-то ранимость завуалирую, да, вот за вот этим лоском всем, да, внешним видом, такой вот неприступной девушки. Может быть, а вот это вот есть внутри. Это то, какая я сама собой. Какое тебе нравится больше? Знаешь, вот это. Пока так. Не принимаю я все-таки свою нежность в себе. Ну, она есть, это уже хорошо. На самом деле, интересно, даже вот как в формате игры. Вот мы сейчас зрителям продемонстрировали, как Марина работает с клиентскими запросами, правильно? И с вопросами. это один из вариантов. Работа психолога содержит гораздо больше граней и больше глубины. О чем говорит вот эта методика? То есть человек сам, получается, раскрывает свое внутреннее, правильно? С картами иногда проще дать человеку понять хоть что-то. Иногда человеку очень тяжело прийти, ему тяжело раскрыться, ему тяжело, он не понимает, что происходит. Он понимает, что что-то не так, а что не так, непонятно. И с картами можно или в формате игры как-то больше раскрыться. Это игровая такая история, можно где-то посмеяться, где-то пошутить, что-то посмотреть, подсмотреть. Марина, спасибо тебе огромное за конструктивную беседу, за такой интересный диалог. Давай мы что-то пожелаем зрителю, и мне хочется, чтобы ты адресовала посыл зрителю касаемо любви к телу, чтобы они научились и хотя бы какой-то маленький-маленький шажочек сделали на пути к принятию себя, чтобы благодаря тебе зритель вот что-то переосмыслил. Вот давай посыл. Дорогие зрители, я желаю вам любить себя, постараться сделать это. Тело у нас одно, это наш помощник и наш симптом, это наш ресурс. Полюбив себя, вы сможете полюбить и вокруг мир. Я желаю вам счастья и любви. Субтитры создавал DimaTorzok